Земля, с которой зародилось белорусское православие, тысяча тридцатилетия, со дня основания отмечает Полоцкая епархия. Поздравление со знаменательной датой православным христианам направил глава государства. Это событие стало началом славной летописи православия на родной земле, знаменовала культурный и мировоззренческий выбор наших далеких предков. Пройдя многовековой путь эпохальных испытаний и свершений, православная церковь и ее святые подвижники оставили нам примеры духовных подвигов во имя веры, мира и сохранения христианских ценностей. Это наследие сегодня является нравственным ориентиром для верующих. Фундаментальной частью нашей исторической памяти объединяет белорусов с братскими славянскими народами. Убежден, что высокий авторитет, мудрая и социально-ответственная деятельность белорусской православной церкви всегда будут служить сохранению преемственности исконных традиций, укреплению национального единства и межконфессионального согласия во благо народа и во имя мира на святой белорусской земле. На Полоцкой земле в эти минуты продолжаются праздничные мероприятия. Торжества проходят в Спасо-Ефросиньевском монастыре. Местик, где вела свою духовную и просветительскую деятельность преподобная Ефросинья. Божественную службу возглавил патриарх Кирилл. Он адресовал верующим слова поздравлений. В Полоцке работает съемочная группа СТВ. На прямую связь выходит моя коллега Александра Качан. Александра, вам слово. Да, Юлия, и снова здравствуйте. Мы продолжаем следить за событиями, которые разворачиваются сегодня на Древней Полоцкой земле. Напомню, что сегодня православные верующие отмечают День памяти преподобной Ефросиньи Полоцкой и тысяча тридцатилетия Полоцкой епархии. Еще в утренние часы в стенах Древней Софии состоялась божественная литургия. В крестово-воздвиженском храме Спасо-Ефросиньевского монастыря праздничное богослужение возглавил патриарх московский всея Руси Кирилл. Участие принимали представители епископата Белорусской и синода Русской Православной Церкви. На территории монастыря была организована прямая трансляция. Будь достойным продолжателем трудов архипастерей, прежде тебя работавших на Слудской земле. Содержи в памяти своей пример верности православию и рархов в эпоху испытаний, твердо предевостоявших попыткам любых духовных подмен. Заботься о том, чтобы молодое поколение наших современников приобщалось к ведению Евангелия. Имей особое попечение о развитии социального служения, то есть к совершению реального добра для ближних своих. Ефросинья Полоцкая помогла нам, людям здесь сделать в ее обители. Я помню, когда первые попытки были реставрации храма Ефросиньи Полоцкой. И какие были трудности, сложности. Организационные, финансовые трудности были. И что сейчас делается? Дай Бог, чтобы Ефросинья Полоцкая никогда нас не покидала. Когда приезжаешь сюда, все заботы житейские, все трудности отступают на второй план. И ты, если настроенно это, черпаешь эту благодать, благодаришь матушку, благодаришь Бога за то, что этот уголок сохранился, за то, что православие отсюда растекается на всю белорусскую землю, помогает нам, грешным людям. Мы живем в маленьком поселке Варапаево, в Поставском районе. И приезжаем сюда, по мере возможности, приезжаем сюда помолиться святой Ефросине, попросить у нее помощи. Дочь моя приезжала сюда и после этого родила внучечку мне. Буквально считанные минуты назад на территорию спаса Ефросиньевского монастыря прибыл крестный ход, который стартовал от стен Древней Софии. Верующие прошли через весь город Полоцк, сделав остановку в его центре возле памятника Ефросиньи Полоцкой. Для многих участие в этом крестном ходу очень знаковое событие. Это наша заступница. У нас в Полоцке никогда не было ни урагана, ни града, никогда не побила. Таких стихий, в детстве не было. И мы благодарны матушке Ефросине. 25 лет назад моей маме сказали, что ей осталось прожить два месяца. И как бы то ни было, верим мы не верим, а святые мощи тогда, наверное, сыграли ключевую роль в дальнейшей жизни. На пути следования крестного хода к нему постоянно присоединялись верующие. Мероприятия по случаю праздничных торжеств продолжаются и в эти минуты. Студия, вам слово. Это было прямое включение Александра Качан. Наша съемочная группа продолжает работу в Полоцке, где сегодня проходят торжества в честь 1030-летия православия на белорусских землях. К зарубежным новостям. Жители Германии заплатят дополнительные 5 миллиардов евро за санкции против «Газпрома». Дело в том, что ранее правительство ФРГ лишило «Газпром» управления собственными дочерними компаниями в Германии. Россия ввела контрсанкции и запретила холдингу работать с европейскими подразделениями, контроль над которыми был утерян. В результате немецкое правительство получило управление над дочерними компаниями в своей стране, но потеряло возможность закупать через них газ как раньше. Новые поставщики обойдутся потребителям в дополнительные 5 миллиардов евро. Теперь природный газ будет обходиться Германии в примерно 85 миллиардов евро в год. Это в несколько раз дороже, чем раньше. В Министерстве экономики Германии комментировать возможные дополнительные траты на закупку газа отказались, объяснив это коммерческой тайной. Британские спецслужбы смогут безнаказанно убивать и пытать. Соответствующий законопроект планируют рассмотреть в парламенте страны. Нововведение призвано защитить работников спецслужб, а также министров и военных от уголовной ответственности, связанной с соучастием в тяжких преступлениях. Например, пособничество в убийствах или использование пыток для получения информации. Главное согласовать свои действия с руководством. Однако такие нечеловеческие привилегии будут действовать только за границей. При этом некоторые чиновники и юристы считают подобный закон вопиющим, так как он призван не защищать чьи-то права, а оправдывать бесчеловечные действия тех, кто работает в интересах королевства. В Майами проливные дожди превратили дороги в реки. В городе сильное наводнение. Оказались затопленными целые улицы и дома. Парализовано движение транспорта. Многих американцев стихия застала прямо в дороге. Машины буквально плывут по ним. На этом фоне власти города просят жителей оставаться дома, а транспорт, который застрял на улице, пообещали отбуксировать. Как сообщают метеорологи, ливни будут идти еще несколько дней. В Казахстане состоялся референтом по внесению изменений в Конституцию. Как сообщили в ЦИК Республики, явка превысила 50%. Напомню, поправки призваны закрепить окончательный переход от суперпрезидентской формы правления к президентской республике с влиятельным парламентом и подотчетным правительством. В общей сложности будут функционировать более 10 тысяч участков. Демократическая цензура. Владельцы западных корпораций ограничили доступ к одному из самых популярных телеграм-каналов Беларуси «Желтые сливы». Причиной стали жалобы беглых экстремистов. Парадоксально, но те платформы, которые публикуют персональные данные людей, призывают к погромам, убийствам, террору и мятежу. Руководители площадок устраивают. На данный момент в канал невозможно зайти с мобильных приложений. «Желтые сливы» – легендарный ресурс, созданный группой энтузиастов перед выборами президента. Он стал главным по разоблачению деструктивных сил и оппозиции, внес огромный вклад в информационные сражения Беларуси. Изнанка цветной революции, истинные заказчики целей, моральный облик мятежников – все это рассказывали гражданам «Желтые сливы». Канал пользовался огромной популярностью и за рубежом. Это акт цифрового терроризма. Мы видим, что те компании, которые контролируют по указанию коллективного Запада цифровое поле или информационное поле стран, таких как Беларусь, Россия, могут в любой момент выключить информационные каналы, которые являются важными для белорусского сообщества, иных сообществ, и которые, самое главное, освещают альтернативные точки зрения. «Желтые сливы» заняли лидирующие позиции на нашем информационном поле. Они формировали объективную оценку, давали критику на всех наших оппонентов, освещали эти события и, конечно же, набирали огромную популярность и количество пользователей этого канала. В этой связи их просто выключили. Но это не значит, что мы, белорусы, не будем использовать другие альтернативные каналы, которые будут фактически заменителями «желтый слив». Поэтому в цифровом пространстве можно убить один канал, но нельзя уже убить желание народа иметь, чувствовать, понимать правду и не находиться в этом цифровом обмане, который нам через различные деструктивные каналы пытались навязать и направить весь наш народ на фактически саморазрушение. Авторы не намерены сдаваться. Подписывайтесь на второй канал «Ваши сливы», а в телеграмме «Пул первого» есть подробная инструкция, как обойти запрет. Несмотря на западную цензуру и желание закрыть рот несогласным, правда все равно прорвется через запреты и найдет своего читателя. Анализ наиболее заметных тем, уходящих семи дней, в материалах корреспондентов СТВ. К эфиру готовится информационно-аналитическая программа «Неделя». И вот некоторые ее темы. Если не отреагируют, вы знаете мою реакцию. Она будет незамедлительной и самой жестокой. Никто им не простит того, что они творят с нашей страной и с нашими людьми. Американцы всегда хотели ослабить его. Может, открытый характер имеет, а может и превратиться в партизанское движение. Народное это ополчение может быть резервом для территориальной обороны. Но все равно правда побеждает. Президент на неделе ответил на десяток самых разных вопросов. Мы разберем основные посылы. Иллюзорный мир западной прессы. Почему европейские журналисты все чаще прибегают к информационным атакам? И как наша страна готова ответить технологиям обмана? Даже примитивно сфабрикованные сюжеты принимаются людьми на веру. Как победить в борьбе за умы людей? Расскажем, как будет дальше развиваться информационная политика государства. Шанс на мирное лето. Как живут и о чем мечтают те ребята, чье детство оквала война. И как Беларусь принимает детей из Донбасса. Интервью недели. Дети знают, когда летит к нам, даже без свиста. Дети даже знают, какой калибр летит. У меня малыш трехлетний. Когда начинается бомбежка, война. Опять война. Что будет с ценами на соль? По какой причине в Европе готовы переплачивать за наше рапсовое масло? И почему сладкоежкам западные санкции нипочем? Эти и другие вопросы мы обсудили с гостем в студии. Мы сегодня имеем достаточно большой объем заявок со стороны европейских покупателей. Эти и другие материалы подготовили наши переспонденты. Кто рискнул проверить постулат в гостях хорошо? Почему чемоданное настроение и билет в один конец могут обернуться тоской, а полность один склад душесчипательным рингтоном? Неужели выход есть только в терминал? И почему возвращение домой они считают плохой приметой? Бежать без заглядки. Все стороны релакейта. В репортаже Константина Герцева. Когда идет наращивание военного потенциала НАТО? В белорусских убежей охрана границы нужна не только на земле, но и в воздухе. Тучи сгущаются, однако готовы ли мы их разогнать? О тех, кто охраняет белорусское небо, расскажет Глеб Рокофьев. Меньше недели остается до финального школьного события для 11-ти классников. Почем нынче выпускной? Анастасия Ярощ-Корниенко закружилась в праздничном вальсе цен. Чудесным образом сохранившиеся до наших дней уникальные фрески 12 века. Все благодаря молитвам преподобной Ефросинии Полоцкой, заступницы земли белорусской. В эти дни память святой отмечает весь мир, а нам удалось побывать на ее родине с древней Полоцкой земли. Материал Александра Качан. Меня зовут Ольга Форсова. Увидимся в прямом эфире программы неделя уже этим вечером в 19.30. Белорусские сборные продолжают готовиться к армейским международным играм. На полигоне Доманово оттачивают мастерство участники состязания «Суворовский натиск». Лучшие мотострелки страны тренируются на специализированной трассе, где более дюжины препятствий. Противотанковый ров, змейка, эскарб, гребенка. Во многом дистанция схожа с той, что придется проходить в Китае, где пройдет финальный этап конкурса. Делаем упор непосредственно на те особенности, которые встретятся с нами там. А именно преодоление препятствий. Особенность преодоления препятствий. Сами по себе препятствия несколько отличаются от привычных нам. Далее машина, боевая машина, на которой мы будем выступать. Там в корне отличается от БМП-2. На это делаем упор. Организована теоретическая подготовка личного состава, который принимает участие впервые. А именно видео показываем, готовим, чтобы человек приехал туда и уже хотя бы в теории знал особенности этой машины. И дальше в практике, в ходе тренировок, там уже в Китае наращивал и смог выполнить поставленную перед нами задачу. Наша команда, пожалуй, самая молодая из заявленных. По-хорошему, дерзкий и амбициозный коллектив возглавляет выпускник военной академии 2020 года лейтенант Максим Портнов. Для него это уже четвертые игры. Трогательное прощание и надежды встретиться в следующем году. В Гродно состоялась церемония закрытия фестиваля национальных культур, но на этом праздник не закончился. В третий день фест переместился на августовский канал. Напомню, масштабный праздник дружбы народов из-за пандемии не проводился 4 года. В том числе поэтому собрал гостей не только со всей Беларуси, но и соседних стран. Так, из Башкортостана прибыла официальная делегация, чтобы вручить диаспоре национальную юрту и костюмы. Для тех, кто не смог лично приехать в Гродно, красоту и масштаб фестиваля попытались передать журналисты в своих материалах. Работу СМИ высоко оценили министры информации и культуры Беларуси. Журналисты едут в первую очередь для того, чтобы своими глазами посмотреть и рассказать своим читателям, зрителям, слушателям и подписчикам о том, как на Гродненской земле могут жить люди разных национальностей. И вообще в Беларуси могут жить люди разных национальностей, вероисповеданий. Потому что нашими оппонентами эта тема много раз поднималась, поднималась спекулятивно. Ведь они на Западе заявляют, что у них мультикультурализм, полиэтнос. Но на самом деле мы видим дискриминацию по национальному, религиозному, расовому признаку и во что это выливается. Напомню, наш телеканал является информационным партнером фестиваля. Телеверсию Гала-концерта можно увидеть уже сегодня в 21.00 на РТР Беларусь. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова